Найкраще кино на канале Украина И вообще ты у нас кто такая? Приемщица? Вот и оформляй заказ и язык свой за зубами придержи Я вас просто предупредила Вот что, я твоей начальнице звонила, она сказала, что заказ будет готов вовремя Так что давай, не умничай тут Извините Да, пап Аленка, привет Аленка, сегодня 18 число, ты же помнишь, да? Да, помню Я к тебе через час заеду, освободишься? Нужно еще заехать цветы купить Да, пап, я постараюсь, давай Ты за мной заезжай и все, пока, пока Так, ну что это такое? Безобразие, сколько можно меня мариновать? Рабочее время, она по телефону болтает, ну что это такое вообще? Лариса Сергеевна, дорогая, здравствуйте В чем дело? Здрасте, и вам не хворать Вот, полчаса не может заказ оформить Нет, ну если вам деньги не нужны, я могу в другое отелье пойти, не могу Да нет, конечно, мы сейчас разберемся Юлия Петровна, я просто пыталась объяснить, что мы по сроку можем не успеть Алена, иди, я тут сама, иди, иди Извините Лариса Сергеевна, а может быть чай, кофе? Да нет, благодарю, мне бы платье Ну, все будет Здорово, дядь Борь! Ого! Здравствуй, Лёнь! Ты чё это здесь, вызову что ли? Да не, ребят с дежурства подвезли Ага Лёнь, а чё ты, к нам дорогу, что ли, забыл? А Лёна уже спрашивала, чё-то Лёня не заходит Да ладно, правда, что ли, спрашивала? Ну да, Лёнь Ты хороший парень, Лёнь Вот бы мне такого зятя, я бы не отказался, да и за Лёнку был бы совершенно спокоен Да не нужен я ей, дядь Борь, ну так, поболтать только, и всё А ты её, спрашиваю С ней нужно открытую, ну, прояви настойчивость, характер Думаете, поможет? Ну, кто знает Лёнь, извини, но мне нужно ехать, мне Алена ждёт Хорошо, ну, счастливо, дядя Борь, до свидания Прошло два года, как будто вчера Если б мама была жива, всё могло бы быть по-другому Пожалуй И я бы, наверное, не наделал таки глупостей Пап, ты это о чём сейчас? Да так Пойдём Пойдём, наверное, домой Помянём чин по чину Ну, что ж такое? Пап, что с тобой? Ничего, ничего Я сейчас капли принесу Ничего, ничего, ничего Всё хорошо Садись Я скорую вызову Алена, скоро не звони Ну, и пока приедут, помирить успеешь Пап, ты чего? Лёньке звони Он дома, после дежурства Я его видел во дворе Да, Аль, привет Лёнь, привет Можешь прийти? Папе плохо Конечно, могу Вы где? Дома Ждите меня Я бегу Так, держи Это можно выбросить Ну, как вы себя чувствуете, дядь Борь? Полегчало Спасибо, сосед С того света вытащил Вы когда в последний раз кардиограмму делали? Надо бы недельку в больнице полежать, обследоваться Нет Недельку не смогу С работы выброт Пап, возьми больничный Автобаза без тебя не умрёт Ты что? Я же уже не молодой Юное поколение подпирает А буду на больничных сидеть, треши и погодят Два-три дня отгулы взять могу, вот и всё Ален, принеси ему попить что-нибудь Только не чай, не кофе Можно шиповник? Можно Да Отдыхайте, дядь Борь Отдыхайте Уснул Ему сейчас покой нужен и сердце поберечь Да, он сегодня перенервничал Мы на кладбище ходили Он маму очень любил У него, получается, больше никого не осталось Только я Да и у меня, получается, никого нет Аленка, я всё спросить хотел тебя У тебя же вроде экономическое образование Да А почему ты в этом ателье работаешь? Ну, не знаю, так получилось Я из института вернулась Надо было срочно работу искать Папе помощь нужна была Он все деньги потратил на похороны И на поминки Но Таня, подружка моя Сказала им, бухгалтер в ателье нужен Ну, заодно и заказы у клиентов принимать Да и привыкла уже Видишь, тут какая ситуация Удобно, чтоб дома близко Угу Ой, ты, может, голодный? Я тебя покормлю Нет-нет, спасибо Ладно, Аленка, пойду я Спасибо тебе, Лёнь, за папу Да не за что, ты что? Что? Ален, я всё Поговорить с тобой хотел Серьёзно Лёнь Можем как-нибудь в другой раз? Сегодня день был такой Кладбище и Папа Ну, в другой, так в другой Конечно, прости Вот, ну Я тогда побежал, ты Если что, звони Не стесняйся Спасибо тебе Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok А чего это ты в самом деле от Лёни бегаешь? Симпатичный, интеллигентный Зарплата, конечно, не министерская Но жить можно Ну, дело ж не в зарплате, Тань И не во внешности А в чём же? Ну, нет у меня никаких к нему чувств Ну, в смысле тех, из-за которых замуж выходят Это ты про любовь? Про любовь Ну, а что, я не могу выйти за человека Просто потому, что он весь такой положительный Это не в моих принципах Ну, вот и просидишь ты со своими принципами Одна до пенсии Значит, судьба такая Привет, Даша Привет Ты что, здесь ночевала? Угу Ничего себе Девочки, здравствуйте Доброе утро, Юлия Петровна Здравствуйте Алё, ты зря разделась Для тебя персональное задание Какое? Платье Зудиной готово Нужно срочно отнести А, это та, которая вчера скандал на пустом месте устроила, да? Юлия Петровна, ну, можно я не пойду? Она меня вчера чуть не съела Ну, не съела же А девочки всю ночь просидели Зато не платье получилось, а конфетка Ну, да, красивое Хоть сейчас на подиум А чего она сама за ним не придёт? Кому оно нужно? Нам или ей? Татьяна, не царское это дело Она мне все утро уши прожжала Где платье, где платье Так что, Алён, поторопись, пожалуйста Адрес помнишь? Да, сама вчера записывала Возьми такси, я оплачу Да какое такси? Тут два картала Ничего, подожди, вот я прогуляюсь Ну, как знаешь Ой, девчонки, побольше бы нам таких клиентов Платят хорошо Все, я пошла Кофе кому? Девушка, с вами все в порядке? Ой, мамочка Как же это? Что же это такое? А вам вообще объясняли, что такое правило дорожного движения? Кто у вас только учу улицу переходить? Что же вы наделали? Что же я наделал? Вы еще спасибо скажите Если бы не моя реакция, все могло бы закончиться гораздо хуже Ах, да 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 уж, медицина тут бессильна Это тряпье вам вряд ли уже пригодится Им даже полы мыть неудобно Знаете что? Если все дело в платье Давайте я вам купленовала, хорошо? Да вы ничего не понимаете Это не мое платье Господи Что же мне теперь будет? Так, девушка Успокойтесь Садитесь в машину и все рассказывайте Давайте, давайте Садитесь Теперь понимаете, что это катастрофа А может быть и нет Меня отец с детства учил, что неразрешимых проблем не бывает Главное ключик правильно подобрать Ну какой ключик? Вы же эту Зудину не знаете Она ведет себя как барыня А все у нее крепостные Все, это теперь уже не исправить Куда вас везти? К ней Поеду и все расскажу ей И хочу хозяйку подставлять Сама виновата, сама и отвечу Вы смелая А главное честная Не расстраивайся Все будет хорошо Я уверен Спасибо, что подвезли Пожалуйста, я иду с вами К Зудиной? Да, скажу, что вы ни при чем Может быть получится все объяснить Это вряд ли Просто под горячую руку попадете Ну, знаете, я не боюсь Сидите, я открою А, это ты? Здравствуйте Где платье? Давай Дело в том, что его нет Как нет? Не успели сделать? Нет, просто я Успели, но я просто шла и Чуть не попала в аварию и вот Машина наехала на платье и вот Простите, пожалуйста Что это такое? Ты что, испортила мне платье? Ну, так получилось Ты хоть понимаешь, что тебе за это будет? Черт, ты что такое? Можно себя вести прилично Девушка ни в чем не виновата А ты кто такой? Адвокат? Если да, то тебе придется из кожи вон вылезти, чтобы ее спасти Я всю ее контору засужу Они мне такой ущерб заплатят, что мало не покажется У меня для вас есть предложение Давайте я вам куплю точно такое же платье И вы успокоитесь Точно такое же? Да где же его взять точно такое же? Оно в единственном экземпляре было сделано Специально для меня Я должна была сегодня вечером пойти в нем на банкет Понимаете вы оба или нет? Простите, я вам за все заплачу, я вам все компенсирую Ну, конечно, заплатишь Куда ты денешься? Ну-ка, вон отсюда Я тебе устрою А ты что стал? Проваливай, адвокат! Черт, и что такое? Да, Лариса Сергеевна, здравствуйте, слушаю Что? Да нет, ну как же Не может быть Лариса Сергеевна, конечно, хорошо Извините, пожалуйста, я Я разберусь И вообще мы примем меры Юлия Петровна Я насчет той юбки Какая к черту юбка? Это паршивка Вересова Она на нас разорила Как? Как, вот так, платье Зудиной угробило Не может быть Не может, может Там Зудина рвёт и меч Ты вообще представляешь, какие там связи? Там у неё муж От нас вообще мокрого места не останется А где Алена? Откуда я знаю? Откуда я знаю, где Алена? Мои б глаза её не видели Так, так, а это, между прочим, твоя подруга Ты её сюда притащила Да я даже не знала Не знала, не знала Уйди вообще с глаз моих Что теперь делать? Вот что теперь делать? А вас как, кстати, зовут? Алена Очень приятно А я Олег Вот и познакомились Прощайте Послушайте, у вас такой вид, как будто вы на эшафот идёте Так и есть А знаете что? Пожалуй-ка я снова с вами Нет, не надо, дальше я сама Зачем вам мои проблемы? А вы ещё и гордая До свидания До свидания Ты, ты вообще, ты соображаешь, что ты сделала? Ты же меня, ты нас всех подставила Да ты ей ничего не делала Вот именно А надо было сделать Да что сделать? Я что, сама должна была под колёса бросаться? Знаешь что, милая моя? Ты уволена Убирайся, чтоб ноги твоей здесь больше не было Хорошо Знаешь что? И не думай, что легко отделалась Посмотрим, что Зудина нам ещё выкатит Ален, это ты? С работы уже? Да, пап Привет Здравствуй, дочка Как себя чувствуешь? Нормально Так, слабо чуть-чуть И дышать тяжеловато Ну, ты голодный? Хочешь? Нет, нет, нет А ты, что до грана с работы? Случилось что-то? Не, не Всё нормально У меня просто голова разболелась Я немножко пораньше отпросилась Да, конечно И работа, и со мной возишься Всё нормально Ты бы отдохнула? Давай Ты ложись, я тоже пойду Отдохну Ну, ты, что до границы? Нет. М-да, Павел Владимирович, день добрый. Олег Николаевич, приветствую вас. Ну что, как вам ремонт? Прошу. Ремонт великолепный. Бригада замечательная. Справились вовремя, очень качественно все сделали. Сейчас работают у мэра. Так что вам спасибо. Да, знаю. Позавчера звонил, тоже благодарил. Слушай, ну а как же вы на отца похожи? Мы с ним недолго работали вместе, пока он не уехал из Павловска. У отца сейчас сеть филиалов по всей стране. Ну и за границей тоже имеется. В общем, фирма расширяется. А здешний филиал он мне доверил. Так что вот, работаем. Да, преемственность это очень хорошо. У вас одна из крупнейших фирм в городе, да? Замечу, что не только в городе. И в область. Ну, тем более. А чем я могу быть вам полезен? Ну, тут скорее не вы мне, а я вам могу быть полезен. Простите, не понял. Я слышал, вы дачу собираетесь строить. Коллеги нас плетничали, да? Ну, впрочем, мне скрывать нечего. Действительно собирался строить дачу, уже начал строить. А, это очень большая морока. Нанял бригаду, они работают через пень-колоду, очень плохо, некачественно, спустя рукава. Пришлось уволить. Сейчас потащу другую бригаду. Так, а почему вы сразу к нам не обратились? Мы бы вам все по высшему разряду организовали. Быстро, качественно, а самое главное, надежно. Дорого у вас, Олег Николаевич, дорого. А я человек небогатый. Павел Владимирович, ну чего же вы прибедняетесь? К тому же, стали бы мы вас обирать. Знаете, мы же свои люди. Вам бы скидочку сделали, скажем, 30%. Сколько? Хотя, знаете что, что там 30? 40%. Выполнили бы все по высшему разряду. Кстати, мы недавно губернатору дачу сдали. Так он не знал, как и благодарить нас. Вы серьезно по поводу скидочки? Абсолютно серьезно. Если хотите, то можем прям сегодня с вами договор подписать. Олег Николаевич, я понимаю, что бесплатный сыр в мышеловке. Чего вы захотите взамен? Если чего-то по служебной линии, то нет. Павел Владимирович, ну вы же знаете, я закон чту. Есть один сущий кустяк. Алена. А? Что с тобой сегодня, а? Ничего, все хорошо, папуль. Не ври. Я же вижу, ты как пришла, сама не своя. Угу. Опять клиенты нахамили? Хуже, пап. Меня выгнали. То есть как? Ну так. Даже не уволили, а именно выгнали. За что? Да ни за что. Лар, не волнуйся так. Не волнуйся, все замечательно. Что замечательно. Мне испортили вечер, наговорили кучу гадостей, унизили, а ты предлагаешь все простить? Я предлагаю поехать сейчас в бутик и купить тебе новое платье, французское, которое ты мерила на прошлой неделе. Угу. Французское? Ты же сам сказал, что мы не потянем. Французское. Все деньги на дачу уйдут. Денег теперь хватит. Я подписал с Истоминым такой сладкий контракт. Так что на дачу мы теперь не экономим. И на платьях тоже. Нет, я бы все-таки эту дрянь из ателье проучила. И все ее заведение разом. Пусть знают, с кем связываться. Лара, ставь их в покое. Мелкие люди, мелкие проблемы. Сейчас домой приедем, я тебе покажу каталог, который мне дал Истомин. Это не дача, это дворец, Лара. Так уж прямый дворец. Почти дворец. Мне кажется, вот так будет очень хорошо. Знаешь, главное, чтобы было одинаково. Войдите. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Вам что-нибудь пошить? Нет, мне, наверное, к вам. Вы владелица ателье? Да, я слушаю. Я генеральный директор строительной компании, и мне кажется, что вашему ателье просто необходим косметический ремонт. Да, вы знаете, ремонт бы не помешал. Но на него нужны деньги, а у нас сейчас не лучше времена. У меня для вас есть отличное предложение. Дело в том, что совсем недавно я получил довольно-таки большую партию спецодежды для своих строителей. Ну, она пришла с эмблемой чужой компании. Я уже хотел ее назад было отсылать, но увидел ваше ателье и подумал, вдруг поможете. Подождите. Вы хотите, чтобы мы перешили эмблемы? Да. Ну, так это ж пустяки. Знаете что, вы присаживайтесь. Танечка, будь добра. Чай, кофе. Давайте сначала одели, а потом уже либо чай, либо кофе. Договорились. Как вас зовут? Меня Олег. Юля. Очень приятно. Взаимно. Да, Юлия Владимировна, здравствуйте. Аленочка, это я, да. Ты еще не спишь? Нет. Ален, не сердись. Ну, я вспылила, наговорила лишнего. С кем не бывает. Это же все от нервов, понимаешь? Давай простим друг друга. Так, вы же меня уволили. Ой, ну, никто тебя не увольнял. Я погорячилась. Ну, не бери в голову. Приходи завтра с утра на работу. Как? А Зузина? Она же грозит судом. Нет-нет-нет. Лариса Сергеевна только что мне звонила и сказала, что претензий у нее нет к нам и в суд она подавать не будет. Юлия Владимировна, вы меня разыгрываете? Ну, с какой стати мне тебя разыгрывать? В общем так, я предлагаю эту дурацкую историю забыть. Ты хорошая работница, я тебя ценю и очень хочу, чтобы ты осталась. Ладно. Хорошо, спасибо. Договорились. До свидания. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Что еще? Пап, я пошутила. Меня не уволили. То есть, как пошутила? Ты что, с ума сошла? Папуль, ну, прости, пожалуйста. Точнее, не я пошутила, а надо мной пошутили. Неудачно. Я расстроилась и тебя расстроила. Ну, разве такими вещами шутят, а? Пап, ну, у всех разное чувство юмора. Прости. Алька, ты меня, ты меня в гроб загонишь. Давай. Так. Возвращение к тебе. Спасибо. Сама не ожидала. Ну, рассказывай. Что? Как что? Кто этот парень, который вчера к нам приходил? Он еще Юлю за тебя просил, а она от него в восторге. Какой парень? Я не понимаю, о чем ты. Да ладно. И Юля тебя просто так назад взяла. Ой, ну, тут всех очаровал. Колись уже, что у тебя с ним? Таня, да ничего. Один раз видела, помог. Знать не знаю, кто такой. Серьезно? А он к тебе, походу, неравнодушен. Хватит ерунду болтать. Спасибо. Глупая ты. Такого парня хватать нужно. Пока он один. Кольца нет. Богат, видать. Будешь с ним, как сыр в масле. Тань, да я не знаю, кто он. Где его искать? Даже если б знала. Я за ним бегать не буду. Ну, и зря ты так. Я бы его не упустила. Давай работать. Ну, расскажешь потом. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Это я. Я же вам сказал, нет у меня денег. Совсем. Слушайте. Что? Что вы на меня кричите? Я тебе что, пацан какой-то, что ты на меня кричишь? ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНОК Поехали. Всё, пока. Пока. Добрый вечер. Здравствуйте. Это снова я. Я вижу. Вы какой-то волшебник? Как вам удалось разрулить эту ситуацию? Как вы Зудину уговорили? Я её не уговаривал. Я даже с ней не виделся после того, как мы с вами… Ну, вы помните. Так, тогда я тем более не понимаю. Ну, знаете ли, есть способы. Ну, Ален, давайте не будем о них. Оно того не стоит. Хорошо. Ну, вы меня, правда, очень выручили. Просто спасли. Поэтому я даже не знаю, как я вас могу отблагодарить. Поужинайте со мной сегодня вечером. Это не слишком высокая плата за мою услугу? Поужинать? Ну, хорошо. Я согласна. Тогда прошу. Здравствуйте, дядя Борь. Можно? Лёнька. Ну, ты вырядился. Ну, да. Никак. Решил с Аленкой на чистоту поговорить? Ну, да. Решил. Дома она. Нет, пока ещё нет. Да ты проходи. Может, она просто на работе задержалась. Проходи, посидим, покалякаем. Сейчас, одну секунду. Да не надо, не снимай. Пойдём. Ага. Я у вас хотела спросить, а вот вы почему мне начали помогать? Это ведь я виновата? Я вам практически по колеса бросилась. Да я сам ещё пока не знаю. Как увидел у вас на улице. Беззащитную, одинокую. Вот и решил помочь. То есть вы всем одиноким помогаете? Нет. Просто, наверное, я сам себя одиноким считаю. Живу отшельником. Из родни только отец. Но, поверьте, ему до меня дела нет. Для него на первом месте это бизнес. Он по стране мотается, по зарубежью, договора подписывает. Ну, филиалы открывает. У вас с ним сложные отношения? Нет, я ему очень благодарен. После смерти матери он... Он меня сам воспитывал. Никому не доверял, ни няням, ни гувернанткам. Хотя... Средства позволяли. Так что, он меня вырастил, на ноги поставил. Я его очень люблю. У меня тоже никого нет, кроме отца. Я его очень люблю. Значит, вы меня прекрасно понимаете. Мне бы очень хотелось с ним видеться почаще, но... К сожалению, он всегда в разъездах. Может быть, поэтому я и чувствую себя одиноким. Уже поздно. Мне пора. Я папе даже забыла позвонить. Спасибо вам за хороший вечер. А вам за прекрасную компанию. Если позволите, то я вас отвезу. Официант, будьте добры, счет, пожалуйста. Да, конечно. Пойду я, наверное, в дядь Борь. Поздно уже. Вы устали. Да нет, Лень. Подожди еще чуть-чуть. Я сейчас извякну. Потороплю ее. О! А вот и она. Видишь, лиха на помине. Ольга! Я здесь. Привет! 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 Я это пойду, чаю еще поставлю. Вот. Хотелось, как говорится, собственно, из рук в руки. Вот. Но тебя так долго не было. Я в вазу поставил, чтобы не завяли. Вот. Это тебе. Спасибо. Очень приятно, красивые. Я тебя люблю, Аля. Выходи за меня. Ленть-ка. Я тебя очень уважаю и ценю как друга. Ты замечательный доктор, но я не могу выйти за тебя замуж. Ленть-ка. Что? Опять не вовремя пришел? Нет. Не любишь меня? Хорошо, что это ты сказала. Я тебя прошу, не обижайся. Ну, может, полюбишь еще? Ну. Когда-нибудь? Ну, да, может быть. Жизнь длинная, я не знаю. Ну, сейчас я не могу. Прости. Ну, чего тогда? Чего, пойду тогда? Ну, это мой самый лучший друг. Ну, спасибо хоть на этом. Ну, пока. Побежал. 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 Алло. Побежал. 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 Да, Олег. Привет. Не побеспокоил? Нет, нисколько. Ну, я вообще-то… Да, Олег. Без причины звоню. Просто так. Хотя… Нет, я хотел поблагодарить за вечер. Вы уже благодарили. Ален, а вы не против, если мы перейдем на ты? Мне кажется, так проще и легче. Нет, я не против. А ты не против, если мы завтра сходим куда-нибудь вместе? Конечно же, при условии, если ты свободна и хочешь. Я свободна и не возражаю. Отлично. Тогда я завтра за тобой заеду. Хорошо. Спокойной ночи, Олег. Спокойной ночи, Алена. Я очень хочу побольше. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Тебе чего? Хозяин просил передать, что у тебя на все про все двое суток. Чтобы до послезавтра были бабки на бочке. Все до последнего. Я же ему вчера сказал по телефону, нет у меня денег. Куда? И что ты думаешь? Он тебя пожалеет и просит долг тебе, что ли? Руки убери! А ты чего такой бортый, а? А ты не лезь. И хозяину свою передай. Нет у меня денег. Вот как будут, все верну. И когда же они у тебя будут? После дожечка в четверг? А вот это вот я не знаю. Да, дочка. Папа, у тебя все хорошо? Полный ажур. А что такое? Ты с кем сейчас во дворе разговаривал? Ты что, следила за мной? Пап, тебе не кажется, ты рано на работу поехал? Леня говорит, тебе бы до конца недели отлежаться. Ну да. Ты хочешь, чтобы меня с автобазой потурили? Вчера и так начальник звонил. Пугал? Что-то гуло взял. Папа, подожди, ты не ответил на вопрос. Кто это был? Мне бы казалось, он тебе угрожал. Да нет. Это, это приятель мой с работой. Он просто спрашивал, как у меня дела. Поэтому он тебя за одежду хватал. Ты врешь. Аленка, я не могу сейчас говорить. Тут такое движение. До вечера. До вечера. Папа, пап. Черт. Да. Ален, а ты где? Я дома. Папу на работу проводила. Теперь сама собираюсь. Отлично. Я предлагаю немножко поменять твои планы. Что, если мы этот день проведем вместе? Как ты на это смотришь? Да, Олег, я не могу. Мне на работу. К тому же, Юля на меня и так косо смотрит после всего, что произошло. Ну, с Юлей я уже переговорил. Считаю, что у тебя сегодня выходной. Так что об этом можешь не переживать. Олег, а ты немного на себя берешь? Ты знаешь, по-моему, в самый раз. Привет. 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 Куда сегодня поедем? Куда скажешь? Весь мир у твоих ног. Ну, может быть, есть какие-то варианты? Если честно, то никаких. Для театра еще рано, а в кино… В кино, если честно, ничего хорошего не идет. Может, в городской парк поедем? Я там сто лет не была. Кстати, хорошая идея. Прошу. Так. Я уже и не помню, когда последний раз вот так гулял. Чтоб никуда не спешить, ни о чем не думать. Ну, о чем ты все-таки думаешь? Иначе ты не стал бы меня спасать от Зудина и у Юли отпрашивать. Мне все время кажется, что ты как будто что-то хочешь сказать. Я права? Ничего от тебя не скроешь. Алена, выходи за меня. Я хочу, чтоб ты стала моей женой. Так сразу? Да. Я договорюсь в ЗАГСе, через неделю у нас распишут. Ты согласна? Я не знаю. Так неожиданно. А по-моему, в этом ничего плохого нет. Я не женат, ты не замужем. Или я тебе не совсем нравлюсь? Нет, ты мне нравишься. Ты очень щедрый, благородный. Просто мы знакомы два дня. Это отказ. Нет. Просто мне хотелось бы, чтобы мы узнали друг друга получше. Понял тебя. Я тебя обидела? Нет. Пойдем. Танька, привет. Привет. Куда собралась-то? Со здоровьем нелады? Та сплюнь. Я к тетке в травму. Она ногу сломала. Слушай, подожди. Я все спросить тебя хотел. А чё за хмыль-то? Вокруг Альки увивается. Выпендрежда такой. Тачка у него еще дорогая. А что? Аля, она тебе не рассказывала? Да не, не рассказывала ничего. Ну, конспираторша. Это ухажер ее новый. Директор строительной фирмы. В смысле, мажор что ли какой или что? А то. Мажор. Из чего с Алей у них? Что у них? Ну, как что? Любовь. Он как увидел, сразу в нее втюрился. С тех пор ни на шаг не отходит. А Алька чё? Тоже любит его? Дурачок. Кто же от такого счастья откажется? Ладно. Меня там тетка ждет. Я пойду. Ага. Ну, понятно. Пока. Ну, приеду я дней через пять-шесть, разгребу здесь дела и на самолет. У тебя к свадьбе все готово? Пап, я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Ну, че там, по-моему, все обсудили. Если денег не хватит, я дошлю. Ты там особо не разгуливайся. Пусть все будет по-скромному. Нечего людям глаза там пыль пускать. Пап, ну… Я тебе, конечно, всяческих семейных благ желаю, но и ты меня, прошу, не подведи. Может, не надо так, папа? Ну, что за идея свадьбу с деловыми переговорами совмещать, а? Ну, ты же знаешь, у нас полетаем мы все на мази. Договорено, решено. Осталось только встретиться с глазу на глазе и соглашение подписать. А свадьба-то тут при чем, а? Ну, повод уж больно хороший. Понимаешь, я твой отец. Он, можно сказать, друг семьи. Ну, грех не пригласить. Суместим, так сказать, приятно с полезным. Понятно. Ты уже и без меня все решил. Ну, а че тут решать? Мозаика сложилась сама собой. Ладно, ты не парься. Я тебя сейчас особо делами своими загружать не буду. Я понимаю, такое совпадение. Ну, да. Все, давай, до связи. Пока. Привет. Ты меня преследуешь? Нам надо поговорить. Садись в машину. Мы куда-то поедем? Это как получится. Садись. Прости, надо было тебе сразу во всем признаться. В чем? В любви с первого взгляда? Ален, мне нужен брак. Фиктивный брак. Что? Через несколько дней ко мне приезжает мой отец. Приезжает он на мою свадьбу. Не понимаю. На свадьбу приглашен один влиятельный человек. Полетаев. Это друг моего отца. И что? Полетаев банкир и… И мой отец хочет заключить с ним договор об инвестициях. Они уже обо всем договорились. Подожди, я все равно ничего не понимаю. Ален, они живут в разных городах. Отец пригласил Полетаева именно на мою свадьбу. Как это будет выглядеть со стороны, если свадьба вдруг не состоится? Подожди, а как ты собирался жениться? Мы же познакомились три дня назад. У меня была невеста, но я с ней расстался. Просто не сказал об этом отцу. Ну, где-то невеста? Я не знаю, где она. То есть я в этой истории просто пешка. Незавидная роль. Ален, это не так. Послушай, ну это просто формальность. Отец будет в ЗАГСе, мы распишемся. Ты поживешь у меня два-три дня, потом он уедет и… Мы разведемся, если ты захочешь. Ну, ты так просто об этом говоришь. Жениться, разводиться. Алена, пойми, это очень важно для меня. Я люблю своего отца и обязан ему очень многим. Ну, вот сам и разбирайся с этим. Я в этом участвовать не буду. Ален! Ален! Ален, послушай, не уходи. Я не сделал тебе ничего плохого. Отстань от меня. Я не хочу тебя слушать. Ты мне врал с самого начала. Ты меня просто использовал. А может, платье маскаровка – это тоже все было подстроено? Ален, послушай, у тебя очень бурная фантазия. Я делал все искренне. Отойди, пожалуйста. Я не буду с тобой разговаривать. Ален! 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 Элен! Олетики! Элен! Эй се. Экосик. Эй се. Эд! Ален, я под твоим подъездом. Выйди поговорить. Ален, ты выйдешь? Прошу, сейчас пойду. Тебе что-то нужно? Да, я хотел извиниться. Извиниться за то, что не сказал сразу всей правды. Я не знал, как это все тебе объяснить. Но я тебя не обманывал. Все? Да, это все. Я не хочу, чтобы ты меня считал негодяем. Понятно. Теперь можешь ехать. У меня, между прочим, жених есть. Да. Привет, Лень. Что делаешь? Да, вообще-то спать собирался. Может, погуляем? В смысле, погуляем? Че, вдвоем, что ли, или че? Да. Ну, че, давай погуляем, да-да-да. Сейчас, Аля, подожди, я сейчас только быстренько оденусь и прибегу сразу. Ну, давай, жду тебя тут во дворе. Пока. Вот, как-то так. Понятно? Найкраще кино на канале Украина. Эй, дверь открой. Мы знаем, что ты дома. Слышь, падла, я же дверь выбью. Может, в натуре дверь выбить? Че, она хлипкая? Пару раз плечом, и все. Ты че, дебил? Хочешь, чтоб соседи ментов вызвали? Как он, ну и что, у нас все документы на руках? Да нет, здесь по-другому нужно. Пошли. Ну, падла. Смотри, это, походу, его дочка. Я их вместе пару раз видел, слышал, как о чем-то базарили. Тогда берем. Берем. Девушка, извините, а вы не подскажете, какой здесь точный адрес? Двери Сова, семь. Поехали. Ну, приходи чуть-чуть, чуть-чуть, сейчас узнаешь, дашь. Что вы делаете? Отпустите ее! Папа! Слышишь, ты хочешь, чтоб с ней все в порядке было? Гони бабки, которые должны. Папа! Что это, Валяя? Да что происходит? А что, папочка тебе ничего не говорил? Что, стыдно стало, да? Отпустите ее! Стоять! Стой! Что? Все, хора, пугнули и хватит. И так уже весь двур на уши поставили. Поехали. Черт! Папа! 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 Что, скорая? Моему папе плохо! Моему папе плохо! Пожалуйста, быстрее! Папа! 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 Так, я так испугалась. Так, а что это? У него микроинфаркт, но привезли вовремя. Так что, можно сказать, счастливо отделался. Нужно побыть немного у нас и подлечиться. Я могу с ним немного поговорить? Ну, если только коротко, ему волноваться нельзя. Проходите. Конечно. Конечно. Папочка, привет. Как же ты меня напугал. Дочь, все хорошо. Тебе они ничего не сделали. Все хорошо. Потом об этом поговорим. Не надо. Нет. Я хочу тебе рассказать. Пап. Ты должна знать все. Они просто так не отстанут. Кто они? Что это за люди? Это сразу после смерти Лизабелла. Ты тогда уехала доучиваться, я один остался. Да. Я неважно себя почувствовал. Сама знаешь, переживания такие. Думал, в случае чего, как ты будешь. На работу неизвестно, когда возьмут. А жить на что-то надо. В общем, я вложил все деньги, какие были в один фонд. Двадцать тысяч долларов. Пап, ты чего? Посулили через полгода, что думал, подарок тебе будет. А фонд лопнул. Мне сказали, деньги можно отсудить, если заплатить хорошо адвокату. Какому адвокату? Вот тогда я взял кредит у этого. Ну, ты его видела во дворе там. Здоровый такой. И ты ему поверил? Дурак, конечно. Думал, дело выгорит. Кредит дали, подвело квартиры. Но ничего не вышло. Обманул адвокат. Такой же оказался мазурик, как и остальные. Пап, ну, подожди, ну, можно же что-то сделать? Надо как-то в суд подавать. Суда не сами подадут. У них все бумаги на руках. Заверенные с моими подписями. А я вот в больницу загремел. Ты как одна будешь. Девушка, закругляйтесь. Пациенту нужен покой. Да-да, конечно. Все, пап. Отдыхай. Не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Все, поспи. Лень, привет, это я. Ты дома? Можно я зайду? Разговор есть. Алька, ты не переживай. Мы на них управу найдем. Я с ними разберусь, правда. Как ты говорила их фамилии? Лень, успокойся. С кем ты разберешься? Ты с ними драться будешь? Если надо, будут драться. Я тебя прошу. Ну, во-первых, их много, и ты бы их видел. А во-вторых, там все юридически оформлено грамотно. Папу просто обманули. Ну и что ты предлагаешь? Ждать, пока к вам в квартиру придут с приставами и выкинут вас оттуда? Я не знаю. Ну, так и будет, если я не найду, где взять деньги и не вернуть этот долг. Да, сумма-то большая. Алька, у меня есть кое-что, но этого мало. Да я сама думала. Может быть, машину папину продать? Ты не обижайся, конечно, но ей 20 лет этой машине. Она копейки стоит. Больше мне нечего продавать. Мне тоже нечего продать. Тачки нет. Квартира, если только вот... Да успокойся ты. Квартиру он собрался продавать. Ты жить где будешь? Алька, Алька, подожди. Не переживай, что-нибудь придумаю. Мы обязательно найдем выход из этой ситуации. Лёнь, спасибо тебе. Я знаю, что ты меня всегда поддерживаешь, но... Тут, видимо, мне как-то самой придется выкручиваться. Ладно, я пойду. Спасибо. Провожу. Пойдем. Здравствуйте. Я в банк звоню, да? Здравствуйте, да. Скажите, я бы хотела уточнить условия кредита. На каких условиях можно взять у вас кредит? Вся информация есть на сайте. Да, я понимаю. А какая максимальная сумма кредита у вас? Сто тысяч гривен. А где наша принцесса? Уже десять минут, как рабочий день начался. Не знаю. Хотите, я ей позвоню? Конечно. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, за опоздание. Что с тобой? Ты как будто всю ночь не спала. Папу с инфарктом в больницу увезли. Какой там сон? Ну, возьми отгул на сегодня. Езжай домой, отдохни немного. Нет, я лучше поработаю. Мысли всякие в головы лезут. Дай беджик. Ну, как знаешь. Все будет хорошо. Ален, а из-за чего с отцом-то? Толь, привет. Скажи, ты можешь мне денег занять? Нет, нет, мне много надо. Слушай, добавить мне... На мили, ну, хоть сколько-нибудь займи. Ну, хорошо, заеду. Так. Алло, Вить. Я вчера обзвонила кучу банков и кредитных организаций. Никто не может дать столько денег. Да это и не выход. От одних упыря делаешься, а к другим в кабалу попадешь. Может, новые еще хуже будут. Куда уж хуже. Слушай, а чего ты киснешь? У тебя ведь поклонник богатый имеется. Неужто не поможет? Олег? Нет. Ни за что. Да почему? Вы что, поссорились? Знаешь, что он мне предложил? Эффективный брак. К нему Витя или его папочка приезжает, к которому он свадьбу обещал. А он не смог ему признаться, что от него невеста сбежала. Вот, теперь я его невеста. Всего-то. Так тебе удача сама в руки плывет. Соглашайся. Ты считаешь, что ты нормальным? Да какая тебе разница? Если для него эта свадьба такое важное событие, он пойдет на любые твои условия. Я не знаю. Я не хочу никаких его подачек. Балда. Хочешь остаться без всего? Без квартиры, без денег. Так лучше, да? Не знаю. Может, какой-то другой выход есть? Нет другого выхода. Где ты столько денег возьмешь? Сама подумай. Не знаю. Ну, ты делай выводы. Ну как? Что-нибудь придумала? Нет, пока ничего не получается. Так. Держи. Это откуда? Ну как, насобирал по друзьям? Здесь полторы тысячи зеленых. Понимаю, что мало, но дай мне еще немного времени, деньги будут. Спасибо тебе, Лень. Ну вот, времени как раз и нет. Они меня хоть завтра могут прийти выселять. Не могут. Не имеют права без решения суда. Ну что ты думаешь, ему до решения трудно достать? Лень, поэтому спасибо большое, но я не могу это взять. Ален, подожди. Оставь себе. Скажи, что частями отдашь. Сейчас, каждый день на счету. Может быть, что-то изменится. Да что изменится? Если только чудо какое-то произойдет, я не знаю. Так, давай, не кисни. Чудо обязательно произойдет. Я сейчас к Витьке побегу, он мне еще триста долларов обещал дать. Все, побежал. Пока. Спасибо тебе. Да, пап, привет. Ну вот, я с делами здесь разобрался. Лечу к тебе. Когда? Послезавтра. Уже билет взял. Как послезавтра? Ты же говорил... Так что, не рад? Мы уже, считай, год не виделись. Телефон, скайп, это не то. Давно мечтал тебе подзатыльников надавать. Это еще за что? Да так. Есть за тобой некоторые косяки по работе. Ладно, не дрейф. Просто повидаться хочется. Ну и вопросы порешать сам знаешь какие. Слушай, пап, я тут тебе сказать хотел. Потом скажешь, когда прилечу. А сейчас, извини, у меня рандеву с мэром. Новый игровой центр строим. Не фунт изюму. Все, бывай. Здравствуй, дочка. Я тебе тут фрукты принесла, печенье. Как себя чувствуешь? Во! Врачи говорят, на поправку идет. Но домой не отпускают. Говорят, рановато еще. Пап, успокойся. Конечно, раны. Как ты? Никто не появлялся? Не появлялся. Появится еще. Аленка, я вот что хочу тебе сказать. Уходи ты к Лене. Боюсь я за тебя. Это на каких основаниях? Ну, знамо на каких. Он же давно тебя в жены зовет. Соглашайся. А что тянуть-то? Ты же сама говорила. Парень хороший, надежный. Такой не бросит. Пап, то есть ты предлагаешь этим подонкам отдать нашу квартиру? Ту, в которой я родилась, в которой мама умерла. А самой к Леньке в приживалке попроситься, да? Возьми меня, Ленечка. Мне, извините, жить негде. Ален, ну что ты завелась? Ну, я же хочу как лучше. Ну, пойми, тебе так безопаснее будет. Пап, а ты вот из больницы выйдешь, ты куда пойдешь? Тоже к Леньке? Общежитие у него там устроим, да? Нет, пап, так не пойдет. Как будто у нас выбор есть, да? Пап, выбор есть всегда. Все. Давай, отдыхай. И глупости не болтай, пожалуйста. Ты все-таки над моими словами подумай. Вот сволочи. Привет. Алена, привет. Здравствуй, Олег. Ты где? Я дома. Ну, а мы можем поговорить? Насколько я помню, последний раз ты просила меня исчезнуть из твоей жизни. Ну, я передумала. Можем встретиться. Конечно. Я завтра за тобой заеду. Нет, сегодня. Сейчас. Ну, сейчас уже ночь. Я пока доеду, уже будет. Ничего, я подожду. Ну, хорошо. Угу, до встречи. Значит, ты соглашаешься из-за отца. Мне не нужны жертвы. Я могу просто погасить ваш долг. И все. Ну, а мне не нужна благотворительность. Хватит. Ты и так мне помог. Я соглашаюсь на сделку. Услуга за услугу. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Согласен? Что ж, раз у нас с тобой такие деловые отношения, огласи свои условия. Я же должен знать, на что иду. Условий всего три. Во-первых, ты должен погасить долг моего отца перед кредиторами. Это я уже понял. Дальше. Во-вторых, никакой близости между нами. В смысле, супружеский долг и все такое. Хорошо, без проблем. Но на свадьбе мы будем целоваться. Иначе гости просто не поймут. Будет очень странно, если мы даже не прикоснемся к друг другу. Ладно, я свадьбу как-нибудь переживу. Это мои деловые обязанности. Послушай, Алена, не слишком ли ты все усложняешь? Деловые обязанности. Я себя ощущаю каким-то чудовищем, которое эксплуатирует бедную красавицу. Можно отнестись к этому проще? Как к игре. Угу. Ну, может быть, для тебя это и игра. Ты, наверное, по-разному привык развлекаться. А для меня все серьезно. Хорошо. Еще какое условие? Ну, третье условие. Никто из моих знакомых не должен знать про эту свадьбу. Ты же говорил, мы сможем развестись через две недели. Правильно? Да, сможем. Это все? Да, но если тебя что-то не устраивает, одно из условий, то... До свидания. Хорошо, я согласен. Как у тебя с долгами? Решилось что-нибудь? Решилось. Да как? Это же надо было минимум в рабство продаться. Почти угадала. Кажется, догоняю. Ты что, за Олега собралась выйти? Скажи, согласилась, да? Согласилась. Не было выхода. Ну, ты молоток. И что, он обещал помочь? Обещал. Ну, обещал, значит, поможет. Он такой. Как ты знаешь, ты его один раз мельком видела. А мне достаточно. У меня на мужиков глаз наметанный. Сразу определяю, кто орел, а кто козел. Ну, не знаю, Таня, просто чувство, как будто в грязи извалялось. Я не знаю, преступление какое-то совершила. Тю, ты что такое огородишь? Какое преступление? Ты же ради отца. И вообще, ничего гадкого тут нет. Ладно, не успокаивай. Радует только одно. Это все ненадолго. Только обещай, что никому не растреплешь. Я? Растреплю? Да ты что, я могила? Просто не хочу, чтобы папа узнал. А Леня? Леня тем более. Он так старался, деньги искал. Никому не скажу. Честно, спасибо. Ну, а что получается? Долг отдал, а проценты отдавать не надо. Не по-людски это, братан. Я тебе не братан. Бумаги давай. Ну, для тебя эти денежки так, копейки. Разы в другую в ресторан сходить. Ну, а мне что прикажешь? В убыток себе работать? Я, в отличие от тебя, свои деньги честно зарабатываю. А не людей обираю. А я не обираю. Сами несут. Значит так. Слушай меня внимательно. Если ты сейчас еще и будешь возникать, я и то, что дал, назад заберу. Понял? Подключу адвокатов и охрану. Пожалею, что связался. Бумаги давай. Ну, мы еще увидим, кто из нас жалеть будет. Молодец. Молодец. А теперь руки в ноги взял и покатился отсюда на все четыре стороны. К Алене с отцом, чтобы на пушечный выстрел не приближался. Уяснил? Свободен. Риски какой, а? Из-за девки стараешься? Девка красивая. Тебе что, помочь выйти? Я помогу. Молодец. Вот. Что это? Долг твоего отца я погасил. Так быстро? Дело не хитрое. Теперь эти уроды от вас отстанут. Ничего себе. Я думала, этот кошмар вообще никогда не закончится. Спасибо тебе. Не за что. Я всего лишь выполнил одно из условий нашей с тобой сделки. То есть, сейчас моя очередь. Что от меня требуется? Завтра приезжает отец, и он хотел с тобой познакомиться. Как-никак, ты его будущая невестка. Хорошо. Эту роль я сыграю. Я в этом даже не сомневаюсь. А ты не против, если мы сейчас заедем с тобой в бутик и купим тебе какое-нибудь красивое платье? Красивое платье? А я не против. Только можем по пути заехать в больницу к папе на пять минут. Хочу ему это показать. Конечно. Да, да, это, это они. Те самые. Слушай, как тебе это удалось? Слушай, да, друзья помогли. Ленька и другие. Я уже смирился. На себе крест поставил. Все. О тебе думал. Говоришь, Ленька помог? А, я знал. Знал, что не бросит. Слушай, ну это же такие деньги. Папа, я тебе потом все расскажу. Все, давай. Отдыхай. Я побежала. Пока. До свидания. До свидания. Ну что, с прибытием? Ой, черт. Я в твоей таратайке чуть не окалел. Кстати, двор мог бы в порядок привести. Пан, он и так вроде в порядке. А, как был лентяем, так и остался. Завтра фирму проверю. Если там все запустил, вот, тогда держись. Не переживай, фирма работает, как часы. Ну что, устал? Может, отдохнешь немного? Некогда отдыхать. У меня там с собой документов целый ворох. Ну, понятно. Ну, давай хотя бы пообедаем, что ли. Слушай, а где невеста твоя? Почему не встречает? Так она на работе живет. Вот. Я тебя вечером с ней познакомлю. Вечером? Угу. Ладно, потерплю до вечера. Ладно, сынок, я к себе. Ален, я уже подошел. Да, выходи. Что случилось? Что-то с папой? Да не, не, не. Все хорошо. Я насчет другого. Слушай, Аленка, я опять видел рядом с тобой этого мажора. Чего ему надо от тебя? Я не знаю, кто он там. Банкир, строитель. Если он пристает, то я могу и в морду дать, там, не знаю. Ну, а что ты так волнуешься по этому поводу? Не, ну как, че? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Знаю. Ну и что мне теперь? С другими людьми нельзя разговаривать? Не, ну почему нельзя? Можно? Я просто… Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Ну и что? Я просто не знаю, какие у вас дела могут быть. Он бумаги тебе какие-то сувал. Лень, он мне работу предложил. А. Работу, что ли, да? Подожди. Какую работу? Ну, он за городом живет. У него жена, двое детей. Дом большой, там помощь нужна по дому. Ну, и с детьми сидеть, если они не в садике. Двое детей у него, что ли, да? Да. А ты, значит, согласилась, да? Конечно. Ты же сам знаешь мою ситуацию. Ну да. Он обещал хорошо платить. А ты, Лея, че, увольняться будешь? Нет. Ты что? Я тут днем буду работать, а потом туда ездить. Несколько дней, может быть, придется там пожить. Ну, чтоб по сто раз не мотаться. Понятно. Это, че, получается? Мы, что, видеться теперь не будем совсем. Лень, я с долгами расплачусь, и все как прежде. Ладно, давай. Алена, подожди. Что? Можно я тебя поцелую? Пожалуйста, давай потом. Алена. У меня там финансовый отчет. Ну, хорошо, давай. Шарф надень. Хорошо. Пока. Этот мажор борзый послал меня. Ну да, из Томина он не такой простой. У него фирма, папаша при бабле. Да, к такому на хромой казе не подъедешь. Мы из-за него на большой лаве попали. Слушай, может, наехать на него? Нет, одни не справимся. Сами потом можем ответку нормально получить. Че ты мямблишь? Он не только мое, он и твое бабло упер. Короче, зарплату тебе год платить не буду. Ремонт никогда не закончишь. Фу, стоять. А че сразу я? Я просто говорю, как есть, что надо что-нибудь поинтереснее придумать. Ты что ли будешь придумывать? Со своими мозгами курить? Да нет. Но есть у меня один человечек, ну, профи. Могу замолвить человечек. Привет. Ну что, одну работу закончила, надо перениматься за другую. Я постараюсь тебя не сильно утомить. А мне не надо жалеть. У нас с тобой договор. Раз я к тебе нанялась, я все свои обязательства выполню. Ну, а мне с этого какой понт? Двадцать процентов. Давайте расходимся. Я после обеда так люблю поспать. Устаню. Не обессудь. Короче, сколько ты хочешь? Половину. Сколько? Половину. Хорошо. Половину, так половину. Дело-то не из простых. Аляма говорит, да по этим вопросам спец. Ну, такое, что понимаю. А ты говоришь, что он этому мужику незнакомому хорошее бабло отслинявил? Ну, да. Мы тут одного фраера окучивали. Ну? Думали его дочку пощагать, чтобы он посговорчивый был. А тут доп и спонсор нарисовался. Ага. Слушай, а может не в нем дело, а в этой короли, а? Она хоть симпатичная так? Ну, да. Я бы с такой покувыркался. Да-да. Значит так, ты пасешь за ними. Ну, увидишь, какие у них там складываются взаимоотношения. Понял? Ну, собственно, все. Думаете, прокатит? Ну, посмотрим. Ну, что? В общем-то, все порешали. Давайте разбивать расход. Давайте выходим по одному, а то сразу табуном ко мне прилетели. Не надо вот этого. И это. Давай через него связь держать. А тебе лучше поменьше здесь светиться. Ну, могу и не светиться, если для дела надо. Ну, для дела, конечно. Ну, конечно. Давай. Давай. Ох и жлоб. Ох и жлоб. Падла редкая. Как ты с ним дела ведешь, а? Ну, да. Я в курсе. Только выхода у меня другого нет. Чего? Где ж я по чесноку себе нормальную работу найду? Со своими-то отсидками, а? Так давай ко мне. Я-то тебя давно знаю. И еще с малолетки. Ну, да. Тут отдумать надо. А Ребров-то, он хоть и жлоб, но у него работа официальная. А ты что? Я не жлоб. Ну, конечно, я понимаю, тебе социалку никакую не дам. Записи в трудовой не будет. Но поверь мне, за мной никогда не заживеет. Хорошо заплачу. Угу. Ладно. Тут обдумать надо. Не хочу. Как-то сгоряча все. Понимаю. Ну, насчет Истомина мы договорились. Давай. Держись. Угу. Все будет класс. Давай. Давай. Добрый вечер. Добрый вечер. Знакомься. Это мой отец Николай Аркадьевич. А это Алена. Моя будущая жена. Очень приятно. Очень приятно. Алена, ты же говорил, Настя. Пап, ты совсем уже заработался, да? Прошу. Прошу вас. Ну, что ж. Предлагаю выпить. Я за рулем, так что я откажусь. Понятно. Тебе не предлагаю. А мы с Еленой пожалуем. Угу. Ладно, человек. Прошу вас. Я вас слушаю. До свидания. До свидания. Блин. Спасибо за вечер. Было очень приятно. Алена, поцелуй меня, отец смотрит. Слушай, а что она у тебя такая целомудренная? Свадьба на носу, она до сих пор в своем клоповнике живет. Почему к тебе не переезжает? Сказала, после свадьбы переедет. Я ее мне не уважаю. Ой, будешь ты у нее под каблуком сидеть, чует мое сердце. Ну уж я как-нибудь разберусь. Ладно, ты мне скажи, где она работает? В ателье. Ну, старик, это как-то не солидно. Ты бы устроил ее в подходящее место у себя на фирме. Думаешь? А самому в голову не приходило, эх ты, стратег. Ты уходишь? Да. Олег предложил работу в экономическом отделе. Там зарплата хорошая и как раз по моей специальности. Везет же. А я до пенсии в этом ателье буду куковать. Смотри, не загордись там. А то будешь миллионы заколачивать. Нос задерешь. Да успокойся ты. Какие миллионы? Если у меня лишние деньги появляться будут, я все Олегу буду отдавать. Хочу вернуть долг, который он кредиторам отца заплатил. Шутишь? Он же с тебя долг не требовал. А я не по требованию. Я ему обязана не хочу быть. Вот чудачка. Ей прет, а она... Ладно. Не перевоспитывай меня. Увольняешься, значит? Олег Николаевич звонил. Просил отпустить без отработки. Интересно, чем ты его так очаровала? Я его не очаровывала. Ну да. А он, наверное, за тобой по доброте душевной виваться стал. Он увидел во мне ценного сотрудника. Хочешь сказать, я тебя не ценила? Спасибо вам за все, Юлия Петровна. Пожалуйста. Пожалуйста. Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь мы работаем. Здравствуйте. 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 Здрасте. Добрый день. Прошу. А это твое новое рабочее место. Проходи, осваивайся. Ничего себе. Солидно. Стараемся. В курс дела я тебя чуть позже введу, но уверен, что ты со всем справишься отлично. Буду стараться. Через два дня свадьба? Я не забыла. Ну, тогда будем готовиться. В общем, осваивайся. Привет. Привет. – А, это ты? – А ты кого ждала? Думала, клиент к нам забрел. Слушай, а где Аля? Мне поговорить с ней надо. А что-то дозвониться до нее не могу. Дома нет. Ну, а ее и здесь нет. Она у нас больше не работает. В смысле не работает? Ну, уволилась к этому Олегу. Фирму перешла. Понятно. Что-то мне ничего не сказала. А я бы на ее месте тоже ушла. Сам посмотри. Никому наше ателье не нужно, заказчиков нет. Того и гляди, скоро закроют. Ладно. Спасибо, что просветила. Пока. Не за что. – Привет. – Привет. Можно? Да. – Привет. – Привет. Что случилось? Ты какой-то взъерошенный. За тобой там что гнались? Да сам от себя убегал, Ален. Аленка, ты меня либо за нос водишь, либо я не знаю, что ей думать. Лень, что случилось? Я знаю, что ты из ателье уволилась и перешла на работу к этому Олегу своему. Ну, да, это правда. Ну, так, может, объяснишь как-то? Вначале он тебя в домработницу берет, потом в фирму свою устраивает, что-то дядя, что ли, добренький какой-то нашелся. Лень, прекрати, пожалуйста. Мне в кои-то веки предложили хорошую работу. Я ее два года искала. Я что, должна была отказаться? – Ты за идиота меня держишь? – В смысле? Ну, вот прическа у тебя новая. На тачке он тебя катает, ну. Лень, прости, я что, не могу сделать новую прическу или в чужую машину сесть? Я не понимаю. Да и не об этом совсем. О чем? Лень, послушай, мы с тобой с детства знакомы. Я тебя очень уважаю, но сейчас ты перегибаешь палку. Я же тебе еще не жена, чтобы твои претензии слушать. Ну, да. Ты прости, я не хотел. Ты мне скажи только, ты любишь его? Да нет, конечно. Ну, хорошо, тогда. Извини, я не могу пригласить. Спешу. А, ну да-да-да. Я тогда побежал. Ну, пока. Давай. Пока. Пока. Где же молодые? Не задерживаются? А, не волнуйся. Подъедут, подъедут скоро. Не весям в ЗАГС собраться, не пять минут нужно, ты ж понимаешь. Все эти украшения, прически, макияж. Как тебе будущая родственница? Со сватами успел познакомиться? Нет. Да я ее саму-то. Один раз я видел. Странная какая-то. Себе на уме. Нужна ли Олегу такая? Я так понимаю, он парень прямой вилять не будет. Это его проблемы. Слышь, может, пока ждем, пробежимся еще раз по нашему соглашению? У меня наброски договора здесь с собой в машине лежат. Ну, а Николая Степановича видел? Пошли. Пошли, спасибо. Вот тут крайняя. Ален, ты, главное, не напрягайся. Пусть все думают, что ты счастлива. Счастье выше крыши. Да. Главное, этот день пережить, а там будет легче. К тому же, отец скоро уедет. Я, кстати, забыла сказать. Фамилию я менять не собираюсь. Это не обсуждается. Так а я разве предлагал? Дядь Борь, здравствуйте. О, привет, Лень. Ну, как вы? Как самочувствие? Вот, потихонечку. Рассказываюсь, лежать надоело. Сердце не беспокоит? Вот, вот, вот. Спасибо твоим коллегам. Вот. Вытащили. Смотрите, сейчас самое главное для вас диета, умеренные нагрузки, главное, никаких стрессов. Ну, так стрессов как будто уже больше не предвидится. Ну, да, да. Дядь Борь, я слышал на вас, эти кредиторы наехали. Ну, да, было такое. Но теперь уже все это как бы в прошлом. То есть, как в прошлом? Ну, долги мы погасили, меня никто не достает. Да ты что такой удивленный? Ты же сам помогал. Ну, мне Аля рассказывала. А, ну, ну, да. Да, 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 да. Ну, что? Нет, долгов, значит, и слава Богу. Как говорится, крепче спать будете, да? Да, это верно, это верно. Спасибо, Лень. Да не за что. Спасибо. Не за что. Я понимаю, конечно, что ты не от меня благодарности ждешь. Как у тебя с Аленкой? Что-то наладилось. Да как, как, дядь Борь? У нее сейчас и без меня проблем хватает. Ладно, побежал я, вы поправляйтесь, хорошо? До свидания. Пока, Лень. Пап, ты куда? А, хочу еще с Полетаевым посидеть. Давно не виделись, кое-что нужно обмозговать. Мы теперь не только друзья, но и деловые партнеры. Полетаев уже не в кондиции. А, в хорошей кондиции. Как раз в той, что нужно. Везде мечтала их снять. Да уж и не говори. Я себя тоже клоуном ощущаю. Ладно, самое страшное уже позади. Осталось чуть-чуть. Воркует. Молодцы. Ну, не буду вам мешать. Пап, ты что, даже ночевать не останешься? Думаю, к утру вернусь. Сынок, не подкачай. Удачи. Удачи, удачи, удачи. Ну, что теперь? Что-что? Спать. День был тяжелый, так что, прошу наверх. С платьем не помочь? Сама справлюсь. Вот здесь ты будешь спать. Одна? Нет, ну, если ты хочешь, то... Нет. Спасибо. Не переживай, про условия я помню. Чего ты усмехаешься? Да ничего. Я не думала, что моя первая брачная ночь будет такой. Ну, знаешь ли, ты сама так захотела. До свидания. Спокойной ночи. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, а это вот в том доме Истомин живет? Ну, да. В том. А вам чего? Я на работу устраиваюсь. Вот. Хотел бы его фирму. Да не знаю, что за человек. На официальном сайте информации мало. Угу. Хотелось бы все-таки знать, под чьим начальством работать. Ну, человек как человек. Что я могу сказать? Ну, вежливый, здоровается. Все. Да. А семья у него есть? Жена, дети. А то ведь говорят, если начальник-то холостой, добра не жди. Точно. Да он как раз холостяком-то и был. Да? А мне сказали, что у него двое детей. Да какие двое? Ни одного нету. Но вчера вечером я видела, как он выходил из лимузина, весь при параде и с девушкой. Такой красивый. В свадебном платье. Так что. Какая девушка? Как зовут? Ну, а я-то почему-то знаю. Меня на свадьбу не приглашают. А ты вроде как разволновался, что ли? Да нет, чего разволновался. Ну, спасибо вам. Пойду. Спасибо. Ну, так а устраиваться на работу к Истомину будешь? Да не знаю пока. Надо понять, взвесить. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Олег, это ты? Да, это я. Привет. Привет. Не разбудил? Нет. Отец вернулся. Завтрак уже готов. Хорошо. Я сейчас переоденусь и спущусь. Я тебя внизу подожду. Давай. Пап, как дела с Полетаевым? Договор подписали? Все отлично. Там такие условия. Можно только мечтать. Поздравляю. Вы тоже ночью не спали? Молодцы. Правильно. Надо подумать о продолжении рода из Стоминых. Хвалю. Позволь. Позволь. Я. Как это? Извините. Да. Нет, эта комедия уже тошнит. Я больше не могу. Еще чуть-чуть потерпи. Хорошо? Зачем? Твой отец уже все сделал. Партнера окучил. Договор подписал. Мы ему больше не нужны. По-моему, свою часть соглашения я выполнила. Ты все сделала отлично. Ну и прекрасно. Тянуть больше нечего. Он сейчас вернется, я ему все расскажу. Не надо. Я сам ему скажу. Меня уже самого тошнит от этой комедии. Слушай, пап, тут такое дело. Потом. Потом. Я к Полетаеву. Юристы долборезы. Накосячили. В третьем параграфе огромная ошибка. Все нужно переподписывать. Да как же так-то, а? А вот так. Я разгоню весь этот юродел чертовой матери, ладно? Ладно, ребята, все это формальности, но лучше не откладывать. Пока. Вот поговорили. Ладно, я ему вечером скажу. Найкраще кино на канале Украина. Привет. 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 Ты что здесь делаешь? Да ветром занесло. Ну что, Ален, может познакомишь? Знакомьтесь. Леня, Олег. Я работаю в его фирме. Угу. Ты забыла добавить, что он твой муж. Кто тебе сказал? Да это не важно. Это правда. А в чем, собственно, дело? Вы вообще кто такой? Она тебе не сказала. Ну, конечно, че ей признаваться, что она моя невеста. Какая невеста? Ты зачем врешь? Да беру пример с тебя, Аленка. Ты же мне тоже лапшу на уши-то вешала. На работу устроилась к нему, как же. Если Алена что-то и придумала, то это только для вашего распокойства. Слушай, а ты вообще помолчи. Че узнал, что у нее проблемы? Что она в долгах по уши, что и деваться некуда. Леня, пожалуйста, Леня, прекрати, пожалуйста. Я тебя прошу. Че прекрати? Че прекрати? Леня, прекрати, я тебя прошу. Прежде чем обвинение кидать, может, стоило бы сначала с Аленой поговорить? Она бы вам все спокойно бы рассказала, как было на самом деле. Она мне все и рассказала. Только не поверил я. И никогда не поверю, что она такого, как ты, полюбить смогла. Ты же людей вообще ни во что не ставишь. Они для тебя вообще цены никакой не имеют. Я тебя прошу. Как кирпичи. Да я тебе везу. Руки убери. Детский сад устроили. Еще раз я тебя здесь увижу. Пожалеешь. Понял? Ален, прости, я... Я не сдержался, спылил. Не знаю, что на мне нашло. В общем, ты сильно на меня сердишься? Какая разница? Тебя разве интересует, что я чувствую? Напрасно-то так. Я не хотел ссорить тебя с твоим женихом и доставлять тебе столько неудобств. Неудобств? Ты это неудобством называешь? Олег, я ненавижу врать. А сейчас мне приходится всем врать. Папе, Лене, твоему отцу. Ален, ну я сожалею, но... Только мне твои сожаления не нужны. У нас с тобой деловые отношения. Я свои обязательства выполнила. Будь добр, ты свои выполни. Ты говорил, что после свадьбы мы сможем развестись. Не переживай, я решу этот вопрос. Спасибо. Ну, чё? Давай. Ребро меня каждый день дергает. Чего? Ну, спрашивает про Истомина. Про тебя там. Как вообще наше дело продвигается? Ну и хорошо. Скажи, всё нормально. Рыбка есть, наживка есть. Осталось только удочку закинуть. Всё. О, а вот и Ромка. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Это Ромка, помощник мой. Ты не обращай внимания. Он парень хороший. Немножко нелюдимый, но парень хороший. Ром, ты давай с нами в натуре, присядь. Давай, буханёшь, покушай что-нибудь. Давай. Да нет, спасибо, я сытый. А, ну, ну ладно. А чё это с ним? Да я тебе говорю, не обращай внимания. Дикарь он. А по мне оно и лучше. Мало с кем контактировать, значит, языком трепать не будет. Давай. Слушай, а этот дикарь, он нас не подставит? Ты чё, дурак что ли? Я же тебе сказал, в этом деле только ты, я и он. Всё. Больше никто об этом знать не должен. Усёк? Угу. Будешь? Нет, спасибо. Как с Полетаевым дела? Договор исправил? А куда он денется? Теперь же всё окей. Документы подписаны, проект, считай, запущен. Получается, что не зря всё-таки приехал. Конечно, не зря. А чё ты такой? Что? Что? С молодой женой разругался? А, Па, у меня для тебя новость есть. Не хочу больше от тебя скрывать. Ну-ну-ну. Ну, рассказывай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привет. Привет. Ты опять дома живёшь? Угу. Я вчера вечером проходил, свет в окне увидел. Поздно было. Решил, с утра зайду. Ну, проходи. Угу. А муж твой где? Уехал. Всё, что ты хотел спросить. Алёна, ты прости меня. Я тогда возле офиса-то погорячился. Алёна, я просто тебя люблю и ничего по делу с собой не могу. Эмоции пруты. Его нет, значит, вы расстались, что ли? Расстались. Нас больше ничего не связывает. Только штамп в паспорте. Ну и то это ненадолго. Ты помнишь, что я тебе предлагал? Моё предложение в силе. Лёнь, я понимаю, просто сейчас всё так закрутилось. Да и к тому же развод надо оформить. Ну, да-да-да. Да чего там, я столько ждал, ещё подожду. У нас всё будет хорошо. Алёна, всё хорошо будет. Надеюсь на это. Ну, ладно. Алёна, я просто хочу, чтобы ты знала, я всё для тебя сделаю. Всё, что смогу. Спасибо. Спасибо. Всё нормально. Ну, что со мной ещё может произойти? Маньяки, что ли, нападут? И в мешок посадят? Да ты не шути так. Всякое бывает. А что ты с работой решила? Остаёшься? Да. Ну, что, не возвращаться же в ателье. Да и Юля меня вряд ли возьмёт. Как же ты работать-то будешь, когда этот там твой под боком? Ну, что, у него личный кабинет. Он же начальник. А претензий ко мне, как к работнику, у него нет. Найду новую работу – уволюсь. Ну, понятно. Может, проводить тебя? Да нет, я сама дойду. Ну, ты действительно думаешь, что меня могут украсть? Ну, всякое. Давай. Пока. Алло, Семёныч, это я. Да вижу, вижу, что ты. Давай. Что там у нас хорошего? Фея из Томска здесь. Только что на работу почесала. Хорошо. Давай следи за нашей кралей. Самое главное – узнай, какой дорогой она ходит на работу. Ага. Понял. Да, папуль. Как дела, дочь? Вчера не зашла. А, прости. Прости, пожалуйста. Я же тебе говорила, у меня новая работа, дел много. Я сегодня обязательно зайду. Ну, и как? На новом месте? Сильно устаёшь? Бывает. Как ты? Что врачи говорят? А, говорят. Говорят, заросло, как на собаке. Так быстро? Не, я совсем не ищу, конечно. Но говорят, что вот завтра, послезавтра уже можно выписываться. Ну, отлично. Папа, они там как определятся, ты мне сразу сообщи. Я тебя заберу. Вареников твоих любимых налеплю. Да нет, дочь, ты не очень-то светись. Мне отсюда выбраться – это уже радость. Папочка, как я по тебе соскучилась. Мне без тебя так одиноко. Я тоже. А коже Лёня? Что? Не сговорились, да? Пап, с Леней всё сложно. Ладно, давай я тебя целую, мне надо работать. Да, я жду. Жду тебя, доча. Что ты ходил? Что ж тут мне надо? Чёрт! Вот ты! Слышь, давай, аккуратней с ней, а! А то что? Ничего. Открывай, быстро! Давай, давай, давай! Помогите! Тихо ты! Давай, 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 давай! Отстаньте меня! Отстаньте меня! Тихо, выходи! Ты побыстрее этого делаешься! Куда вы меня привезли? Ты сейчас узнаешь. Я сейчас кричать буду! Это ты зря. Там уж орать, всё равно никто не услышит. Пойдём, я тебе объясню. Вы пока здесь побудьте. Давай. Где мы? Зачем вы мне сюда привезли? Дай сумку. Сумку дай! Звони своему мужу. Зачем? Ты чё, тупая, что ли? Если хочет он тебя увидеть живой и в комплекте, так сказать, пусть раскошеливается. Я ему поясню, где, что, когда. Давай. Я не могу ему позвонить. Я не понял. Что ты вякнула только что? Я не буду ему звонить. Это бесполезно. А, ты хочешь сказать, что он не будет тебя выручать, да? Вот так оставят среди шакалов. И этот третий-то день после свадьбы. Ай-яй-яй. Да он не нагулялся с тобой, не наигрался ещё. У нас фиктивный брак. Ага. Ну, это ему нужно было. Ну, точнее, его отцу для дела. Так, хорошая садь. Какого дела ещё? Давай, звони. Я вам правду говорю. Мы муж и жена только на бумаге. Мы друг другу ничего не испытываем. Мы совсем недавно познакомились. Я тебя прошу, не расстраивай меня, пожалуйста. Звони. Ну, я вам говорю, я не могу. Мы расстались. Он уехал. И когда он приедет, мы разведёмся. Я тебя прошу, не надо мне вот эти басни рассказывать. Я в курсах, понимаешь? Я в курсах, что он проплатил кредиторам твоего отца круглую сумму денег. И это тоже для дела, да? Ну, правильно. Да, для дела. Да, да. Потому что он заплатил, а я поэтому за него и замуж вышла. Звони. 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 Иначе ты сейчас останешься без пальцев. Звони, я сказал! Набирай. На данный момент абоненту не может принять ваш звонок. Надешлите смс-позвонок. Телефон выключен. Дай. А где тут повтор? А, вижу. На данный момент абоненту не может принять ваш звонок. Надешлите смс-позвонок. В натуре козёл отключился. На совещание, может быть. Ладно. Я потом перезвоню. А ты побудь пока здесь. Только никуда не уходи. Ладно. Я приду. Да подождите, пожалуйста. Да. Ну что, дозвонились? Пока нет. Ну, она от нас никуда не денется. Ну, чё, поехали. Ой. А это что? Ключи от Истоминской квартиры, что ли? Да я тоже так думал. А я сомневаюсь. Скорее всего, что это её хаты городской. Стой. Поехали, пробьём. Ты с ней, останься. Выпустите меня! Блин, что же делать? Чё разоралась? Угомонись. На вот. Может, ночью холодно будет. Урод! Позови этого вашего, как вы его там называете, пахана главного. Мне с ним поговорить надо. Нет, его уехал. Сейчас я здесь за главного. Больше не с кем поговорить. Много вопросов. Вы идиоты. Меня же полиция искать будет. Вас арестуют всех. Слушай, не надо только пугать. Пуганы ему. Хотят искать, пускай ищут. Ты даже не представляешь, какую мы здесь дыре. А я тебя знаю. Ты же был там, возле подъезда с этим, который отцу деньги одолжил. И что с того? Послушай, ну, давай по-нормальному. Вы меня зачем украли? Я знаю. Олег... Олег мне рассказывал, что он не заплатил вам эти проценты по кредиту. Что это слишком жирно для вас. Но он и не заплатит ничего. Пойми. За такую красотку не заплатит? Что, тупой совсем, да? Это ты тупой. Тупой, потому что в эту авантюру ввязался. Слушай, ты чё базаришь? Чё, научить тебя хорошим манерам, да? Пока мы здесь один на один. Научить? Чё стоишь? Руки в брюки, а? Чё, сам дул хикорячий сюда? Давай, помогай. Не хочу я тут ковыряться. Мне это всё противно. А? Смотри, чё стопной какой. Давно ты такой смелый стал, а? А? Руку убрал. Ух ты. Ну, что ты салабон. Ты вообще рамсу путал. Спокойно. Сейчас соседи нас спалят. Руку пусти. Пусти руку. Соседи, ты прав. Кипиш нам не нужен. Кстати, надо этому. Нашему кенту позвонить. Привет, Аля. А я и не думал, что ты обо мне вспомнишь. Вспомнила, вспомнила. Теперь ты у неё один. Герой-спаситель, блин. Кто это? Где Алена? Алена на надежном месте. А кто это? Тебе знать не обязательно. Что за шутки? Она телефон потеряла? Слышь, ты. Это ты её можешь потерять, если пожадничаешь. Ты врубился? Где она? Я хочу с ней поговорить. Всему своё время. Ты пока лучше денежки собирай, если собираешься с нами произвести куплю-продажу. Сначала я хочу услышать Алену. Да услышь ты свою Алену. Услышишь. Значит так, через час я тебе перезвоню. Только ты это, больше не теряйся, ладно? Будь на связи. Иначе я не ручаю, что может случиться с твоей супружницей. Ты понял? Алло. Алло. Всё. Погнали. Куда? До дома, до хата. Тихо, тихо, тихо. Чего ты выкобилишься? Чего ты выкобилишься? Тихо, тихо, тихо. Здесь никого нет, только мы с тобой были. Урод. Я сейчас тебе опять ещё раз слово заговорю. Тихо, тихо, говорю тебе. Сука, ах ты ж, цвань. Сука, ай, чёрт. Что за кипишь тут, а? Это шалава хотела сбежать. Собери этого урода от меня. Иначе я с тобой что-то сделаю. Ух ты. Что за мужик, если сопля тебя сделал? Отвали отсюда. Отвали, говорю. Куртку заберу. Да. Ты Олегу дозвонился? Конечно, дозвонился. Ну, а теперь ты. Позвони ему. Скажи, что мы тут шутки шутить не собираемся. Олег, помоги мне, тут всё серьёзно. Алёна, где ты, что с тобой? Меня похитили, в какую-то конуру посадили. Дальше я. Алло, ты понял, что здесь всё без шуток? Да. Сколько ты за неё хочешь? Сто тысяч долларов. Налом. Я сейчас за границей. Взял билет на ближайший рейс. Буду только завтра. Ты ж понимаешь, что я резину тянуть не собираюсь. Я же сказал, буду завтра. Вот и ладушки. Только просьба у меня к тебе. Ты там ментам ничего не говори, ладно? Потому что сам понимаешь, какой результат будет. Ну и всё хорошо. Он не будет за меня платить. А это мы посмотрим. Рома! Верёвку тащи. Связать её надо. О, ты чё, собираешься? Мне нужно срочно уехать. Переговоры проведёшь без меня. Как уехать? То есть, в смысле завтра? Нет, срочно. В смысле, сегодня ночью. Я взял билет на ближайший рейс. Как на ближайший? Мы же договорились, что ты побудешь пару дней. Па, Алёна в беде. Мне нужно быть там. Какая беда? Да объясни ты толком, ни черта не поймёшь. Я сам ещё ничего не знаю. Так что, как только узнай, я объясню. Олег, Олег! Сынок, подожди! Олег! Как не вовремя. Да не бойся ты. Я это, спросить хотел. Может, ты поесть хочешь или ещё что-нибудь? Не стесняйся. А я не стесняюсь. Мне от тебя ничего не надо. Проваливай отсюда. Да я тебя не трону. Что, этого своего главного боишься? Там гробу я его видал. О, как ты заговорил. А что, если я ему всё передам? Ну, так возьми и передай. И передам. Ты, наверное, думаешь, что мы здесь все гады? Что, сейчас будет душесчипательная история? О том, какой ты хороший, благородный? Я не хороший, не благородный. Ты меня совсем не знаешь. И как я в эту компанию попал, тем более. У меня вообще фиолетово. Дышите. Ещё. Хорошо. Присаживайтесь. Что скажете, доктор? Могу обрадовать. Все показатели в норме. Завтра я вас выписываю. Ну, действительно, обрадовали-то. Я сейчас дочке перезоню, скажу, чтоб ждала. Да-да. Странно. Что? Не отвечает. Да вы не переживайте, ответит. Да. Позже наберёте. Доброго вечера. Спасибо. Ну, и короче, сдолжал я ему кучу денег. Отдавать было нечем. Знакомая история. Ну, он предложил мне отработать. Вариантов у меня не было. Вот, как видишь, я у него теперь на крючке. Ну, и как-то? Насколько? Надолго? Не знаю. Мне кажется, навсегда. Я же сам ещё по уши в грязи. И он это знает. И меня от себя никогда не отпустит. Так у него ещё один помощник есть. Лямин? Какой он помощник? Он шнырь. На него разочек надавишь, и он посыпется. Так, может, ты на них в полицию заявишь? Ну, чтоб их арестовали. И чтоб меня вместе с ними? Я же тебе говорю, я сам по уши в грязи. Так что, не вариант. Тебя как зовут? Рома. А я... Тебя Алёна, я знаю. Рома, слушай, я... Я же вижу, что ты не такой, как они. Я тебя прошу, я тебя очень прошу, пожалуйста, отпусти меня. Я в полицию не пойду, я тебе обещаю, пожалуйста. Да я бы, может, и отпустил тебя. Но что со мной потом будет? Точилин рот развернул на эти бабки. А если я его обломаю, он меня грохнет. А ему человека убить и расплюнуть. Ну, что теперь делать? Не знаю. Руки помыть. А ладно. Пойдет. Хлеб бери. Уже. Ты чего грустный такой? Завтра богачом будешь. Слышь, Семенович. Что? Что-то я там, ну, стремаюсь. А вдруг этот фрайрок, ну, Истомин? Вдруг он бабло не заплатит? Ну, эта подруга его говорила, что они вроде там разбежали, что ли? А слюнявит. Никуда он не денется. Ты молодой, еще просто людей не знаешь. А я знаю эту породу людей. Интеллигент. Даже если он ее не любит, все равно он нам бабло в зубах принесет. Уверен? Больше чем. Благородный он. Совесть жить мешает. Сейчас. О, а вот и он. Сейчас все узнаем. Слушаю. Еду в аэропорт. Через два часа рейс. Приятно слышать. Не бросил свою подругу в беде. Это хорошо. Завтра утром я буду в городе. Где и когда мы встретимся. Прекрасно. Двадцать пятый километр Южного шоссе. Знаешь, за городом? Вот. Там поворот налево. Место тихое. Никто не помешает. О времени завтра договоримся, когда бабло будет у тебя в руках. Деньги будут, не переживай. Алена должна быть с вами, я ее сразу же заберу. Хм. Не надо так, командир. У нас все по чесноку. Ну, в общем, договорились, да? До завтра. Ну, че? Все пучком. Завтра деньги будут ляху жать. Пожалуйста. Не понимаю, что случилось? Со вчерашнего вечера дочке звоню, а она трубку не берет. Но вы не волнуйтесь, вас сейчас на нашей машине до дома довезут. Да я же без за себя. Я за нее переживаю. Никогда такого не было, чтобы она так долго не отвечала. Вот случилось что-то. Вот вы приедете и сами все узнаете. Хорошо? Пойдемте. Да, конечно. Значит, говоришь, муж не станет тебя выручать, да? Нет. К тому же далеко за границей. Его отец послал на переговоры. А для него отец святой. Ну, а еще к кому-нибудь есть обратиться? Ну, есть у меня один друг. Не мусорской? Нет, он доктор. А что, ты что-то задумал? Помочь тебе хочу. Ну, и чтоб самому не подставиться. Послушай, давай только доктор этот сюда приедет, и мы с ним подеремся. В смысле? Ну, типа подеремся. Как будто ты ему как-то успела сообщить местоположение. Свое, и он приехал, застал меня врасплох, мы начали драться, и он тебя забрал. Вырубаешься? А Тачилин поверит? Да фиг его знает. Но это явно лучше, если я тебя просто так сейчас отпущу. Так хоть какая-то отговорка будет. Угу. Ладно, план так себе, но... А как мне ему сообщить, где я? А, давай позвони ему. Он номер не увидит, но по голосу-то тебя явно узнает. Так сейчас. Девять, пять. Да, это кто? Лень, это я. Мне нужна твоя помощь. Аля, это ты, что ли? Лень, я за городом, меня похитили. Чего? Ну, амбалы затащили меня в машину. Теперь они требуют выкуп. Но, как ты понимаешь, выкуп за меня заплатить некому. Господи, я понял, это что, проверка, что ли, такая? Что, никак не можешь поверить, что я тебя люблю? Лень, какая проверка? Алька, ты на часы смотрела? Я только с дежурства вернулся. Устал, как собака. Но придумала бы что-нибудь интересное. Нет, нет, Лень, это не шутка. Я тебе сейчас все объясню. Да сюда, садись. Походу, Дочилин приехал. Вы действительно хотите снять такую сумму? Да, а в чем дело? Это же мои деньги, имею право. Да, конечно. Просто на данный момент такой суммы нет в наличии. Надо заказывать. Хорошо, тогда заказывайте, если можно, побыстрее. У меня совсем нет времени. Хорошо. Заполните пока. Дочилин приехал? Да не, показалось. Какая-то машина мимо проезжала. Он мне не поверил. Кто? Леня. Понимаешь, он в меня влюблен, а я вышла замуж за другого. Там сложная ситуация. Ну, дурак твой, Леня. Да ты ничего не знаешь. Он просто надеется, что мы все-таки будем вместе. А сейчас он подумал, что я проверяю, что ли. Ну, я и говорю, дурак. Если любишь, надо верить. Ты так думаешь? Конечно. А ты разве нет? Да. Конечно. Продолжение следует... 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 Поехали. Ну, привет. Принёс? Где Алена? Выходим. Вот она. Целости и сохранности. Где бабло? Это что за клоуны с тобой? Э, ты метлу прикуси. Знаешь, с кем базляришь. Пересчитай. А на чём мне пересчитывать? Я ей так по глазам вижу. Не обманул. Давай. Турбу отнеси. Отнеси в тачку. Почистить надо. Машина, бегом! Быстро! Что за клоун? Это ты, турень. Что за клоун? Что за клоун? Что за клоун? Не переживай, они нас не догонят. Ты в порядке? Да. Прости меня, я перед тобой очень виновата. Спасибо, что ты снова меня спас. Пожалел? Ты знаешь, я… Я вдруг понял, что ты мне не чужая. И что я несу за тебя ответственность, как за родного человека. Странно звучит, да? Нет, не странно. Мне тоже теперь все видится по-другому. Ты мне тоже не чужой. Это потому, что я за тебя выкуп заплатил? Не только поэтому. Куда едем? Папа, отвези меня домой. Папу, наверное, выписали. Волнуется, его надо успокоить. Папа, папа, привет. Ну, слава богу, явилась. Я уже не знал, куда звонить. Какие ты была? Почему не отвечала? Папочка, успокойся. Все хорошо. Это очень длинная история. Я тебе сейчас все расскажу. Ты меня пугаешь. Здрасте. Здравствуйте. А это кто? Твой новый знакомый? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пап, ну ты чего? Я дома. Цела невредима. Мы вместе. В голове не укладывается. Ты вышла замуж. Затем тебя украли. Потом освободили. И все это за три-четыре дня. А я и знать ничего не знал. Пап, ну я тебе говорила, я не хотела тебе рассказывать. Ты в больнице. Врачи сказали, тебя лишний раз не беспокоить. Да к черту этих врачей. Я теперь в больницу не лягу. Лучше дома помереть. Папа, ты опять начинаешь? Жаль, что это твой муж ушел. Даже поговорить не успели. Ничего. Еще успеете. Алька, привет. Проходи. А я все думал, позвонить тебе, не позвонить. Ну что ж, не позвонил? Ну как, я решил, что тебе надо отдохнуть. Отойти от этого всего. Я уже отдохнула. Кстати, как узнал, что все закончилось? Ну как, это же я тогда в полицию позвонил. Сказал, где тебя держат. Они, правда, туда не успели, но потом их перехватили на дороге. Молодец. Герой, значит, да? Ну да, да. Спас меня. А заодно и себя. Шкуру свою. Ален, я не понимаю, что за то он. Я, по-моему, не заслуживаю ничего подобного. Заслужил, Лень. Знаешь, кто настоящий герой? Олег. Вот он не побоялся. А ты? Аленка, это твой Олег идиот. Нормальные люди так не поступают. У нас же головой думать. Лень, ты просто трус. Вот. Держи. Ты меня занимал? Спасибо. Спасибо. Вернулась? Да, вернулась. Что будешь делать? Прогонишь? Ну, как же я могу прогнать собственную жену? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-нибудь придумаю. Продолжение следует... 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 Ладно, иди, жди меня там, я сейчас спущусь. Давай. Пойдем. Ты это, только учти, за это срок дают, за укрывательство. Не болтай. Пойдем. Проходи. Проходи. Так, я тебе тут ужин собрала. На. Спасибо. Плед. Ну, тут разберешься. А зачем плед? Постерешь, можно на диване спать. А, да я и на полу бы уснул. Главное, что крыша есть. Спасибо тебе большое. Это… А твой муж не спустится? Его машина на улице, он утром на работу уедет. А так больше посторонних никто не заходит. Все, давай, отдыхай. Свет включишь. Хорошо. Спасибо. Алёна, ты себя хорошо чувствуешь? Просто не могу успокоиться. Можно я сегодня на работу попозже приеду? Как твой начальник, я объявляю тебе сегодня выходной. Хорошо? Останешься дома, отдохнешь. А вечером, если захочешь, давай выберемся куда-нибудь. Разуемся. А вечером я буду в норме. Договорились. Ну, мне пора. Я тебя провожу. Не надо. Зачем? Да я хочу проводить. Осторожно, Скользко. Так. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. А вы теперь тут живете? Да. Может, вам помощь какая нужна? По двору или по хозяйству? Может, приготовить, что надо? Да нет. Я живу в соседней деревне. И тут вот в соседних домах помогаю, работаю. Нет, спасибо. Мы сами. Скажите, а у вас там, в деревне, может быть, кто-то дом сдает? У меня один товарищ хочет приехать в отпуск. Только он не любит шума, суеты. Ему нужно подальше от цивилизации, так сказать, поближе к природе. Ну, пара-тройка есть. Есть чем записать? А, да. Ну, записываем на росточке. Значит, улица крайняя. Ага. Эй, подожди. Чего тебе еще? Где Аля? Дома. А тебе какое дело? Это тебе до нее никакого дела нет. Отстань от нее, слышишь? Ты бы за языком своим следил. Алена моя жена. Жена твоя. Знаю, как она твоей женой стала. Че тебе надо от нее? Ну, что ты, поигрался? Отпусти, хватит над ней издеваться. Зачем она тебе нужна? А тебе она зачем нужна? А я ее люблю. Понял? Да, и не такой богатый, как ты. Нет у меня такой тачки. Ну, по крайней мере, я не подлец. По-хорошему бы тебе сейчас в морду съездить. Но я этого делать не буду. А че так? Испугался, что ли? Или правда глаз заколет? С детства учили слабых не обижать. Счастливо. Ну, вот, дошли. Это лучшее, что удалось найти. Зато удобно. Дом на окраине, рядом лес. Если что, можно укрыться. А хозяева? Они в городе живут. Этот дом через соседей сдают. И тем, по-моему, вообще все равно, кому сдавать. Лишь бы деньги платили. Классно. Скажи, а почему ты меня все-таки не сдала? Я ж бандит. И был с теми, кто тебя похитил. Так бы и денег получил, если б все выгорело. Мне кажется, ты не такой, как они. Ты меня спас. И Олега. Тогда на дороге. Долг платежом, значит, красен. Не думал, что такая принципиальная. Ну, значит, плохо-то я обо мне думаю. Ты это, не подумай. У меня деньги есть, если что. Ну, это, платите. Ну, вот. На улице тебе лучше не показываться. Сиди здесь. Какие-нибудь продукты я постараюсь вечером принести. Ну, вот. Век, конечно, в этой дыре не просидишь. По-хорошему не валит отсюда как можно скорее. Ой, есть куда? Ну, вроде есть. Родственник на юге живет. У самого синего моря. Ну, мужик вроде надежный. Мы с ним это, повязаны. Точно не сдаст. Вот думаю, к нему рвануть. Ну, как ты себе это представляешь? На самолет нельзя. Поезд тоже. Ну, да. Сразу захватят. Ладно. Есть у меня один вариант. Я кое у кого расспрошу. Все, давай. Обживайся. Вечером я зайду. Спасибо. Пока. Ну, вот и кружка твоя пригодилась. Не тянет на старое место? Нет. Это пройденный этап. А чего зашла тогда? Хотела у тебя спросить кое-что. Помнишь, ты говорила, у тебя знакомый дальнобойщик есть? Есть. Жорка. На юга мотается. Всякую заморозку возит. А что? Ты его хорошо знаешь? Он когда в следующий рейс пойдет, мог бы взять одного пассажира? А что за пассажир? Да, один мой знакомый. Путешественник. Общественный транспорт не любит. Вот ему романтику подавай. Какая нафиг романтика? В фуре трястись. Ну, да. Вот такой он. Необычный. А почему ты отца не попросишь? Он же у тебя на автобазе работает. У него шоферов пруд пруди. Тань, да я не хочу его лишний раз напрягать. Он же еще после больницы не работает. Опять ты какая-то загадочная. Что-то утаиваешь. А ты опять все напридумывала. Ну, ладно. Ну, не хочешь помогать, не надо. Ну, почему сразу не хочу? Поговорить — поговорю. Созвонимся. Привет. Привет. Ты почему не посл parlé? Я позвонил, что едешь. И я знал, что ты меня ждала. И, судя по всему, ждала меня с нетерпением. Ну да, у меня было время, я решила ужин приготовить. А то ведь ты всю сознательную жизнь, наверное, в ресторанах питаешься и полуфабрикатами. Субтитры создавал DimaTorzok Да. Ален, привет. Говорить можешь? Ну, так. Может, я тогда попозже загну? Не-не-не, говори. Я насчет твоего знакомого. Короче, Жора согласен его подбросить. Ну, само собой, надо будет что-то дать. Ну да, конечно. Может, не волноваться. Тань, я тебе перезвоню. Все в порядке? Да. Подружка Тане звонила, поболтать хотела. А. Алена, мне надо отлучиться, будет на минут 20. Сосед ремонт затеял, попросил помочь замеры сделать. Ты сам замеры будешь делать? Ну, конечно. А ты что, думаешь, я только бумажки умею перебирать? У меня, между прочим, строительное образование. Гендиректор и замеры. Ну, знаешь ли, не гонять же рабочих по такому пустяку из города. Давай сделаем так. Я сейчас к нему съезжу, а потом за тобой заеду, вместе на работу поедем. Хорошо. Договорились. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Леня, пожалуйста, ну пожалуйста, я не хочу слушать эту ахинею. Извини, я спешу. Алёнушка, подожди, 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 послушай меня. Отбросайся. Пойдём со мной. Ты же не любишь его. Ты сама мне говорила. Да, говорила. Но сейчас многое изменилось. Прежде всего, я сама. Я люблю его. Понимаешь? Люблю. Не понимаю. И не хочу понять. Ты мне скажи, ты зачем это делаешь со мной? Зачем ты со мной так поступаешь? Я тебя прошу. Думай, что хочешь. Зачем ты со мной так поступаешь? Так. Я тебе тут продукты принесла. Ну, извини, всё, что смогла. Спасибо тебе. Ещё. Через два дня сможешь уехать. Я договорилась. Ну, ничего себе. Ты прям как колдунья. Ну, ты не волнуйся. Там человек надёжный. Довезёт, куда скажешь. Да я не волнуюсь. Просто, знаешь, как-то уезжать не хочется. Ну, что скрывать-то? Мне понравилось. Я до этого в жизни никогда не любил. А тут, знаешь, прям, прям так пахнуло. Ром, ты чего? Ну, а что, не похожи? Ну, или ты думаешь, такие, как я, любить не могут? Могут? Поверь. Уезжай. Ты сам говорил, здесь опасно. У меня есть муж. Я его люблю. Я понимаю, конечно, не лох. Просто, просто вдруг мне на мгновение показалось, ты помогаешь мне, продукты носишь, хаты обеспечила и... Тебе показалось. Помогаю я тебе, потому что ты ко мне по-человечески отнёсся. Меня Олег ждёт. Привет. Я тебя встречаю. Ну что, поехали? Ну что, поехали? Привет. Лёнь, ну что ты хочешь? Ничего не хочешь мне рассказать. Я тебе уже всё сказала? Зато я тебе не всё, Алён. Лёнь, всё, что ты можешь мне сказать, я знаю. Поэтому не начинай. Да ничего ты не знаешь, Алёнка. Ничего ты не знаешь. А вот я всё видел. Что? Любовника себе в посёлке завела, да? Какого любовника? Что за бред? Да я собственными глазами увидел, как ты к нему ходила. Еду ему приносила, шушукались вы там вместе. С собственными глазами. Лёнь, да я тебе любовник. Хорошенько ты устроилась. Правда, очень хорошо. Богатенький муж. Любовник. Ты чё хочешь? Деньги за молчание пришёл вымогать. Сколько? Алёнка. Говори. Да не нужны мне деньги твои? Неужели ты не понимаешь, Алёнка? Ты мне нужна, ты. Алёнка. Пошёл вон. Я сейчас охрану позову. Пошёл вон. Ладно, чё, я пойду, а вот ты, Алёнка, пожалеешь. Пока. Значит, у Алёны есть любовник, и она его прячет. Да, прячет. Что, не ожидал? Ну, конечно. Она для нас всегда ангелочком с крылышками была. Пусти святая. А может быть, ты сам всё это придумал? Про любовника? С Алёной не получилось. Вот ты и решил отомстить. Не веришь, значит? Доказательства тебе нужны. Хорошо. Будут тебе доказательства. Поехали. Поехали в посёлок. Я тебе покажу этот дом. А лучше вечером за ней вдвоём проследим. Сам увидишь, куда она пойдёт. Леонид, вы бы вместо того, чтобы сплетни собирать, лучше бы людей лечили. А со своей женой я как-нибудь сам разберусь. Как же? Признается она тебе. Ну, смотри, мажорчик, я тебя предупредил. Выход там. Я выход найду. Я выход найду. Я даже не знала, что в этом человеке столько подлости. А раньше он мне казался хорошим. Что ты хочешь услышать? Есть ли у меня любовник? Нет. Тогда кто тот человек, которого ты прячешь? Его зовут Роман. Он из банды Точилина. Что? Да. Помнишь, это он тогда напал на Точилина, чтобы мы смогли уйти. Алена, от этого он не перестал быть преступником. Ты вообще отдаёшь себе отчёт, потому что ты делаешь? Я понимаю, но он нам тогда помог. И он пришёл ко мне за помощью. Ему больше просто некуда идти. Он как загнанный зверь. Я не могла ему отказать. А почему ты мне раньше об этом не сказала? Ну, я не знала, как ты к этому отнесёшься. Прости. И что дальше? Сколько времени ты собираешься его скрывать? Ему нужно два дня. Потом он уедет. И всё это закончится. Что-то мне в это очень слабо верится. Больше не могу, да? О, Лёнь, привет! Привет! Ты чего это зачитался? А, это из тех, что Алёну украли? А ты откуда знаешь? В новостях говорили. У неё было? А вот это не твоё дело. Поняла? Груби, Ян. Чё с настроением? С мужем поругалась, что ли? Он о тебе знает. Откуда? Ясно. Походу, надо валить. Куда ты пойдёшь? Холодно? Я тебе какое-нибудь другое жильё найду. Ну, не надо, Алёна. Ну, ты и так много для меня сделала. Извини, я вообще не должен был к тебе лезть. Теперь проблема будет. Я всё-таки думала, что Олег поймёт. С vanём, я не могу перейд peaceful palку, я неedaking. Продолжение следует... 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 Порасти. Значит так, если ты мне даёшь карт-бланш, я сегодня же звоню следователю. Надо выбить из него свидание с Аленой и встречу с этими бандитами. Веня, делай всё, что хочешь. На тебя одна надежда. Окей. Ну а чего тогда сидим? Время, деньги? Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Намёк был полностью прозрачный. Точилин хочет себе надёжную адвокатскую защиту. А если нет, он утопит Алену вместе с собой. Нанимать адвоката человеку, который нас чуть не убил? А он не оборзел ли часом? Ты пойми. Точилин, он матерый волк. Он, понимаешь, видит ситуацию в целом и пользуется этим. Знает, на какие струны нажимать. Ну а ты сам как настроен? Да мне без разницы. Лишь бы все обвинения с Аленой сняли. Я уже к этому Реброву заходил. Ребров, Ребров. Это тот расставщик, который твоему тестью деньги отдал живу? Да. Он в похищении Алены непосредственно участия не принимал, но всё равно последствия. Ему запретили уезжать из города. Хорошо. А что он сказал? Да толком ничего не сказал. Упрямый как баран. Моих это с краю ничего не знаю. Утверждает, что Лямин сам на Точилина вышел. Ну а Лямин на допросах совсем другое рассказывает. Ну, видишь, Точилин видит сложность ситуации. Видит эту паутину и... Я бы этого Точилина вот собственными руками бы задушил. Ладно. Раз другого выхода нет, делай, что надо. Подожди. Ты знаешь, у меня есть одна идея. Лёня. Лёнь. Ты не знаешь, куда опять Аленка пропала, а? Да откуда мне знать, дядь Борь? Она меня послала. Лёня, я... Я со вчерашней вечерей могу ей дозвониться. Да. Телефон не отвечает, Лёнь. А что? Муж у неё есть. Давайте мужу звоните. Лёня, я не знаю его номера, Лёнь. Ну, когда ознакомились, я не записал. Вот видите, как дядь Борь. Хороший тёк. Даже номера своего не оставил. Вот молодец. Лёня, скажи, что с ней? Где она, Лёнь? Ты же знаешь, я же чувствую, Лёнь. Да в полиции она, дядя Боря. В полиции. Как? В полиции? Вторые сутки в камере сидит. Что заслужила, то и получила. Лёнь. Лёнь, ты чё такое говоришь, Лёнь? Да ты же знаешь, она же, она никогда в жизни ничего плохого не сделала, Лёнь. Послушайте, дядь Боря, отстаньте вот от меня, а? Идите вы к чёрту. И вы, и дочка ваша, семейка. Лёня? 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 Ты пришел. Алена, у меня есть для тебя две новости. Хорошая и плохая? Ну, в общем, мой адвокат договорился, чтобы тебе изменили меру пресечения. На подписку они выйдете, вплоть до конца следствия. То есть я сейчас могу уйти? А, да, я тебя забираю. Ой, спасибо. Она плохая. Что? Алена, она очень плохая. Твой отец умер. Ну, все, все, все. Тише, тише, тише. Тише, тише. Аленочка, держись. Похороны я организую, не переживай. Какая разница? Уже ничего не вернуть. Да, не вернуть, Ален. Но надо жить. Надо жить дальше, несмотря ни на что. А как жить, я не знаю. Меня как будто бы в грязь втоптали. Оскорбили. Тоже веришь, что мне нужны были твои деньги? Конечно, нет. Я так не считаю, Ален. Я никогда так не считал. Я и следователю это сказал. Не знаю. Меня все равно посадят. Не переживай, не посадят. Гончаров опытный адвокат. Он поможет. Обязательно поможет. Слышишь меня? Даже не сомневайся в этом. Слышишь? Слава Богу. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Не провожает-то никто. Ни мужа, ни родни, что ли, нет? Я одна теперь. Спасибо. Так может, я вас провожу? У меня время есть. Нет, спасибо. Тогда счастливого пути. До свидания. Алена! Как ты узнал? Я весь город обыскал, тебя нигде нет. Я больше не могу. Меня посадят. Они считают, что я преступница, что я тебя обманывала. У меня лучше исчезнуть. Не надо никуда исчезать, Ален. Лямин дал показания против Тачилина. Ты оправдана. Не надо никуда бежать. Это правда? Ален, я люблю тебя. Субтитры делал DimaTorzok